ребят приветики сегодня мы будем разбирать литературу но не обычную а по вышивке я хочу показать вам какие у меня есть книжки что я не думаю какие мне понравились чем понравились и что стоит покупать и в каких случаях но прежде подписываемся на мой канал ставим лайкосики и жмем на колокольчик понеслась я запомнила какую сторону книги о которых мы будем разговаривать я подобрала исключительно исходя из своего интереса к вышивке и изготовлению брошек эти четыре книги написаны разными авторами и они применяются в разных техниках вышивки где-то вышивка гладью где-то объемная вышивка а также вышивка золотом и церковная хочу начать обзор с книги вышивка золотом от автора марины теплицкой книга вышла 2019 году как раз когда начался этот бум на брошке она красиво оформлена на обложке можно увидеть тиснение глянцевые буковки книга приятная на ощупь страницы плотные с яркими иллюстрациями качество иллюстрации довольно таки хорошее правда в некоторых отзывах кому-то они не понравились но это сугубо индивидуальные предпочтения я считаю что картинки нормального качества как подарок это замечательный вариант в данной книге большое внимание уделяется расходным материалом и техникам шитья один из больших плюсов это ее своевременное появление когда я впервые узнала о золотом шитье я искала книгу другого автора hazel everett продажи книг этого автора уже не было на тот момент и к моему счастью появилась вышивка золотом от теплицкой поскольку на нашем рынке принципе этих книг очень мало которые раскрывают секреты вышивки вышивки золотом вышивки бисером и канителью данная книга служит хорошим стартом что очень мне понравилось в данной книге описаны подробно швы пошагово разбираются все техники также хорошо описаны мастер-классы работы которые приведены здесь различные сложности от простого к более сложному но здесь есть еще один нюанс если вас интересует церковная вышивка эта книга немножко приоткроет завесу данного вида рукоделия но я считаю что этого недостаточно я считаю что чтобы овладеть церковной вышивкой это всего лишь так скажем капля в море относительно полиграфии мое мнение шрифт довольно крупный и возникает ощущение что автор пытается таким образом заполнить страницы но это сугубо мое личное мнение можете на него не опираться хотелось бы больше примеров и больше информации больше снимков естественно но на без рыбий и рак рыба так что данная книга за свою цену с задачей справилась однако для опытных мастеров эта книга будет мало информативно следующая книга на мой взгляд одна из самых удачных вышедших в этом году эта книга золотое шитье автор как я уже говорила хэзл эверет книга оформлена красочно обложка глянцевая мне очень понравилась она в твердом переплете очень много высококачественных снимков где можно разглядеть все до мельчайших деталей в этой книге приведены все азы то есть подробно описаны расходные материалы техники приспособления все что нужно знать любой начинающей вышивальщицы и более того я считаю что эта книга должна быть настольной поскольку здесь самое развернутое описание техники золотого шитья из того что я видела и что у меня было в руках здесь приведены пошаговые инструкции данная книга будет полезна как и начинающим так и опытным рукодельницам чудесная полиграфия плотной страницы глянцевый как я люблю хороший перевод текст легко читается приведены подробные описания инструментов вплоть до различий между мягкой и жемчужной конетелью кстати говоря о конителе здесь довольно много информации я думаю что это самая исчерпывающая информация которую я где-либо находила здесь также приведены множество интересных проектов с поэтапными описаниями то есть вы можете повторить любую работу не боясь что вы чего-то не сможете сделать данную книгу я советую всем вышивальщицам как настольную книгу она также будет замечательным подарком что также мне понравилось здесь приведено наглядное сравнение техник в отношении цена-качество я считаю что книга с лихвой окупает свою стоимость следующая у нас на обзоре книга от анны зайцевой под названием объемная вышивка вышла на в свет также в этом году в 2019 выполнена в мягком переплете небольших размеров и она скажем так мини-версия того что хотелось бы конечно получить но начнем с того что книга написана доступным языком очень легка в понимании даже для тех кто никогда не вышивал оформление у нее красочное что немаловажно в мягком переплете думаю это было сделано в целях экономии наших средств в этой маленькой книжке приведены основные виды объемных стежков помощью которых в дальнейшем вы можете выполнять мастер-классы которые там приведены считаю что эта книга является неплохим справочником по швам из минусов как я уже упоминала мягкая обложка и есть несколько нюансов в мастер-классах а вот один из которых лично мне был немного непонятен это то как у бабочки была выполнена мохнатая спинка лично я знаю как это делается но в книге я не нашла описание как именно у этой бабочки была выполнена эта часть возможно я невнимательно читала в этой книге нет ничего нового для опытных вышивальщиц также данная книга за свою цену я думаю что все что могла все сделала лично для меня это не минус но некоторые жалуются что нет предисловия здесь приведено предисловие буквально на две странички это не самое важное в таких книгах и если уж сильно хочется узнать что такое объемная вышивка здесь пару слов об этом сказано отсутствие предисловия никак не сказывается на качестве приведенных материалов ну и одна из последних книг называется реалистичные цветы вышиваем гладью пошаговое описание и схемы автор данной книги триш бур она написала не одну книгу на эту тему бур подробно раскрывает технику вышивания гладью первое что хочется отметить что книга в твердом переплете имеет огромное количество ярких иллюстраций на мелованной бумаге книга рассчитана как для начинающих вышивальщиц так и на опытных мастеров большим плюсом является то что здесь приведены полноразмерные схемы и описание процесса также здесь будут указаны цвета ниток вы сможете увидеть даже направление стежков что немаловажно книга изобилует цветочными мотивами собственно она об этом и написано если вам интересно у этого автора есть еще не одна книга на тему вышивки гладью где приведены другие работы другие эскизы и соответственно техники их выполнения считаю что эта книга является замечательным подарком и за свою стоимость она справилась со своей задачей на ура также хочется отметить появление новой книги на рынке называется она кутюрная вышивка инги мариты мастер-классы по вышиванию ленивильским крючком хочется сказать что на сегодняшний день я еще не встречала современных учебников по ленивильской вышивке ну скажем в пределах нашего десятилетия выпущена издательством контент то уже является заявкой на хорошее качество судя потому что я вижу на фотографиях бумага будет также мелованная книга в твердом переплете встречается большое количество ярких иллюстраций эта книга будет хорошим началом для тех кто хочет погрузиться в мир вышивки ленивильским крючком сама автор обещает сама автор обещает показать как работать с ленивильским крючком на сетке органде или кружеве она приведет 7 интересных проектов которые будут снабжены схемами для вышивания думаю что книга будет отличным подарком и скорее всего свою стоимость она полностью отобьет и так ребят надеюсь что видео вам понравилось надеюсь что это видео развеяло ваши сомнения если вы вдруг не могли решиться какую книгу взять и взять ли вообще и какие книги есть у вас может вы владеете какими-то интересными экземплярами можете написать мне об этом в комментариях мне будет интересно поискать эти книги если смогу купить почитать и показать не забываем ставим лайк этому видео жмем на колокольчик и подписываемся на мой канал а также делимся с друзьями да 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 помогайте мне развиваться каналу это полезно спасибо за внимание всех целую пока